Здравствуйте, дорогие телезрители! Как известно, совсем скоро нас ожидают юбилейные события, а именно 200-летие Азиатского музея в Петербурге и 185-летие со дня открытия первой в Европе кафедры по монгольской словесности в Казанском университете. К этим большим датам приурочено множество мероприятий. Например, круглый стол в Казанском федеральном университете, Россия-Монголия, историко-культурное взаимодействие и вызовы 21 века. По этому случаю у нас студия гостей из Петербурга и профессора Института международных отношений истории востоковедения Казанского федерального университета Валеев Рамиль Мегасимович. Спасибо большое. Друзья, я хочу представить наших дорогих гостей, очень близких коллег из Института Восточных Рукописей Российской Академии Наук. Они принимали участие сегодня на нашем круглом столе. Ну и хочу представить нашего очень близкого друга, коллегу Кульганек Ирина Владимировна, заведующую сектором Центральной Азии Института Восточных Рукописей РАН и тоже нашего очень близкого друга и коллеги Яхонтову Наталью Сергеевну. Да, вот сегодняшнее событие – это некая череда вот тех очень славных мероприятий, которые проводились в последние годы в нашем университете. И в частности здесь инициатором был наш Институт международных отношений истории востоковедения. И я хочу только, наверное, обратить, да, вы правы, это не просто юбилейные события, поскольку 2017 год – это событие, когда мы отмечали 210-летие создания кафедры восточной словесности в Императорском Казанском университете, то есть некий рубеж 1807 год, когда впервые начал работать в Казанском университете христиан Данилович Френ. То есть вот арабист, приглашенный из Германии. То есть это вот человек, который, ну вот в той череде немецких профессоров, специалистов, которые начали преподавать в Казанском университете. И в данном случае, конечно, кафедра восточной словесности сыграла исключительную роль в событиях, которые происходили вот в 19 веке. И мы сегодня дорожим этим событием. Но в данном случае я хочу, конечно, наверное, акцент сделать только на монголоведении, поскольку вы упомянули 1833 год, 25 июля даже. То есть это тоже очень важный рубеж, когда создается кафедра восточной словесности. Да, это первая университетская кафедра не только в России, но и в Европе. Поскольку, например, неким таким символом, сегодня символом, а тогда первым заведующим кафедрой восточной словесности был Осип Михайлович Ковалевский. Ну, человек такой героической судьбы, трагической судьбы, поскольку в 1824 году он был сослан из Вильно в рамках событий национально-освободительного движения, оказавшись в Казани, он начал изучать татарский язык, арабский, персидский язык. И вот в связи с тем, что востоковение в Казанском университете развивалось, и вот повестки дня, вот тех деяний, которые проводил и Лобачевский, и попечитель Казанского учебного округа Мусин Пушкин, вот это идея создания вот этой кафедры по монголоведению. И поэтому вот рубежи 1828-1833 года, когда и Осип Михайлович Ковалевский, и Попов, он был тогда кандидатом, они были направлены в Сибирь, в Иркутск, в Бурятию для того, чтобы выучить монгольский язык. И вот этот рубеж, он очень значим, то, что вот приехав в Казань, когда прошли, ну, скажем, такой испытательный экзамен у одного из самых первых, наверное, российских монголоведов Шмидт. Шмидт, тут Ирина Владимировна, наверное, сразу ассоциация возникает, связанная с тем, что какую роль сыграл и Шмидт, и Ковалевский, и Попов, и, конечно, ученики. Ученики, первые монголоведы, востоковеды, которые не только в Казани, но и потом в Петербурге сыграли исключительную роль в изучении истории культуры Монголии и монголоязычных народов. Я хочу, может быть, дать слово даже Ирина Владимировна, пожалуйста, может быть, вы обозначите очень значимые символы, ценности, некую преемственность. Ну, и хочу, наверное, еще обратить внимание наших коллег и студентов, конечно. Вот символизм, такой историко-научный символизм, наверное, связан с тем, что Френ, приехав в Казань в 1807 году, возглавляя вот эту кафедру, сыграл исключительную роль в арабо-мусульманских исследований. Но так получилось, что его учитель Тиксен умирает в Германии, его приглашают в Германию. И вот он, оказавшись по пути в Германию, в Петербурге, увидев те очень значимые, интересные фонды Петербургской академии, зная о том, что создается вот Азиатский музей, то есть одно из самых первых, наверное, крупнейших специализированных востоковедческих центров. Вот он остается в Петербурге и стал первым директором Азиатского музея. Вот некая такая очень интересная преемственность Казани, Петербурга, ну и, конечно, вот тех славных традиций современного востоковения в России, ну и в Европе даже. Ирина Владимировна, пожалуйста, вам слово, может быть, действительно интересные какие-то вот мысли, оценки? Спасибо, Ромен Меркасанович, вы совершенно правильно сказали, что да, действительно, первая кафедра по изучению монгольского языка была в Казани, действительно. Это мы вспоминаем 1933-1932 учебные годы. Но чуть раньше в Петербурге создан был маленький кабинет при Кунсткамере, назывался он кабинет древностей, 1818 год. И постепенно вот из этого кабинета древностей возник Азиатский музей. Азиатский музей мы действительно, вы абсолютно правы, называем первым научным востоковедным учреждением России. Он был сначала небольшой, находился сам в Кунсткамере. И вот через 200 лет сложная была судьба у этого института. И были годы взлета, и некоторые печальные события, связанные с историей нашей страны, они проектировались на жизнь нашего института. И вот в настоящее время мы уже можем говорить об институте восточных рукописей Российской Академии Наук, который является не только научно-исследовательским институтом, но и хранилищем богатейшей коллекции монгольских рукописей. Не только монгольских. Там у нас несколько тысяч единиц хранения на разных языках восточных рукописей. Но если мы сейчас говорим про монгольские рукописи, это около 9 или, Наталья Сергеевна, даже можем говорить, наверное, более 9 тысяч уже единиц хранения. 9 точно есть. Да, единиц хранения монгольских рукописей и ксилографов. И громадный архив, архив востоковедов, который тоже находится в нашем институте восточных рукописей, в котором собраны материалы об изучаемых восточных народах, уже не на восточных языках, восточные, что написано в восточных языках, это у нас хранится в рукописном фонде. А то, что написано на русском языке, на западных языках или в транскрипции, то это вот находится в архиве востоковедов. И там 28-29 тысяч единиц хранения. Так что в настоящее время наш институт является центром и хранения восточных рукописей, и изучения восточных рукописей. Именно изучение восточных рукописей является главной задачей нашего института, как научно-исследовательского учреждения. Публикации, переводы. То есть одна из таких традиций российского и европейского востоковедения. Вы заговорили интересно о рукописном наследии. Наталья Сергеевна, вот в чем может быть особенность монгольского фонда, вот тех материалов уникальных, рукописных, ксилографов, в отличие, может быть, от других? Ну, честно говоря, говорить в отличие от других фондов я не берусь, потому что я с ним не очень знакома. Я могу сказать только, что монгольский фонд – это один из самых крупных фондов рукописных в нашем институте, что складывался он на протяжении всего времени существования Азиатского музея. И даже раньше, потому что еще при Петре I, когда Петр I собирал всякие курьезные древности, ему были доставлены первые рукописи из района Верховьев, РТШ. А потом они попали в рукописи, попали уже в Азиатский музей. Сначала в этнографический, в кунсткамеру, а потом в Азиатский музей. И наша коллекция пополнялась потихоньку, путем приобретения, путем экспедиции обязательно. Монголоведы привозили разные вещи. И тут нельзя не вспомнить о Казани, впрочем, о ней забывать нельзя, поскольку мы в Казани. Но о роли казанских собраний, собраний я одного, которое попало в Азиатский музей. Дело в том, что в Казани в двух местах хранились рукописи – это в университете и в Казанской духовной академии. И когда восточный факультет в Казани был закрыт, или неправильно, переведен в Санкт-Петербургский университет, туда же была переведена и вся коллекция рукописей на монгольском и тибетском языках. А в Казани была еще Казанская духовная академия, где тоже была своя коллекция рукописей. И вот эта коллекция поступила в печальные послереволюционные годы. Она была, в общем, можно сказать, спасена тем, что ее перевезли в научные учреждения, а именно тогда еще Азиатский музей. И сейчас Институт восточных рукописей, где она благополучно хранится. Там не менее 500 единиц хранения очень интересных рукописей. – Да, я вот тоже хочу обратить внимание на некие рубежи, поскольку 1807 год, 1854-1855 года, то есть это очень значимый период в развитии Казанского университетского востоковения, скажем, кафедра восточной словесности, созданной в 1807 году, потом 1828 год. Создается две кафедры – арабо-персидской словесности, турецко-татарской словесности, потом третья кафедра, именно третья кафедра – это кафедра монгольской словесности, а потом, конечно, кафедра санскритской словесности, армянской словесности. И, конечно, мы не должны упускать кафедру китайской словесности. Потом в 1844 году он стал кафедрой китайской и маньчжурской словесности. То есть я специально выделяю санскритологию, китаеведение, монголоведение и буддологию. То есть те дисциплины, где создавалась база, скажем, центрально-азиатских исследований. И вот в связи с этим, конечно, у меня всплывают некие ассоциации, скажем, рукописной базы, биографии наследия этих выдающихся наших российских монголоведов. Они ведь значимы не только в истории российского монголоведения, но и европейской. И мне бы хотелось, Ирина Владимировна, вспомнить эти имена. Имена, которые составляют некий такой золотой фонд российского монголоведения. Мне кажется, мы никогда этого не забываем. Мы знаем, откуда пошло монголоведение в Петербурге. Мы знаем, что теми учебниками, рукописями, которые привез Осип Михайлович Ковалевский, но он сам не преподавал в Петербурге. Здесь был заведующий кафедрой, первой кафедрой в Петербурге монгольского языка. Монгольского и калмыцкого языка это называлась, да, такая кафедра. Это был его соратник Александр Васильевич Попов. Так вот, долгое время студенты обучались. И до настоящего времени они читают и буддийские катехизисы, и хрестоматию Ковалевского, и грамматикой пользуются. Словарь трехтомный до сих пор. Это отличие вообще монголоведения, как бы монетарной науки, отличие не будет точных наук. Ссылка на публикацию 1849 года – это нормальный словарь. Ковалевского, монгольский, русско-французский. Когда на это смотрят в техноарении, говорят, это что тут вообще за год. А для нас это нормально. Вот Ковалевский. И он всегда... Дополняется просто? Нет. Он просто... Ну, это же язык, так сказать, не... Сейчас, с какого места надо объяснять. Монгольский язык, в том виде, в котором он представлен в словаре Ковалевского, перестал существовать. Или монгольская письменность была заменена на кириллицу. В 1944 году. Вот. И, соответственно, все. Уже этот словарь больше нет смысла пополнить. Сейчас существуют другие словари, уже современного монгольского языка. Но для изучения рукописей, которые написаны на старом монгольском языке, это, конечно, незаменимые, бесценные, и до сих пор им пользуются. Нету. Переиздавался в Китае, перезавался на Тайване. Им пользуются монголоведы всего мира. Да, я вот... Мне сразу вспоминается некий трагизм, даже Ковалевского. Ну, величие трагизм я бы обозначил. Вот, представляете, профессора, студенты Восточного разряда Казанского университета, они были переведены и создали костяк Восточного факультета Санкт-Петербургского университета, который вот произошел в 1854-55 годах. Да, Ковалевскому не суждено было. Ну, и возраст. Плюс нужно учитывать, он все-таки был ректором в 1855-1860 годах. Ну, и так получилось, что он планировал уехать в Вильню, то есть современный Вильнюсский университет. Но так получилось, до своей смерти в 1870 году он прожил в Варшаве и был деканом историко-филологического факультета Варшавского университета. И при этом, вот, по сей день я пытаюсь объяснить, почему он перестал заниматься вот этой своей классической монголистикой. То есть вот подобных событий в истории российского монголовения и в особенности в истории Востоковения, конечно, можно придумать. Но, мне кажется, все-таки существует преемственность, да, понятно, преемственность между Казанским университетом, Азиатским музеем. А вот меня интересует все-таки преемственность вот тех исследований, которые проводились в Азиатском музее и сегодня в Институте восточных рукописей. Вот, скажем, имена тут прозвучали некоторые, да. Потом, ведь потом, на мой взгляд, очень интересный аспект, национальный аспект. Вот если мы берем, здесь немцы, здесь татары, здесь поляки, здесь монголы, здесь буряты. То есть некий национальный состав, костяк – это феномен российского Востоковения. Ну, это, кстати, в Европе, в современной ориенталистике Европы обозначилось только, наверное, в 20 веке, особенно серединой 20 века. Вот, Ирина Владимировна. Альма-Матер, восточный факультет петербургский, очень долгое время оставался для всех востоковедов России. И именно на восточном факультете в Петербурге изучались дисциплины и обучались те, и вышли выпускники, которые потом создали центры национальных, востоковедные центры. У нас в России, в Бурятии, в Калмыкии, если вы об этом хотели, да, наверное. Потому что, действительно, сейчас мощный центр монголоведения мы имеем в Калмыкии в виде Калмыцкого института гуманитарных исследований, который сейчас называется научным центром. И в Бурятии институт монголоведения, буддологии, тибетологии тоже, мы можем с гордостью сказать, что костяк вот этого института тоже составляли выпускники нашего восточного факультета. И сразу такие символы, когда, например, в 40-х годах в Казанском университете появились посланцы бурятского народа. То есть формировалась национальная элита. И в этом плане сразу, вот скажем, Доржибанзаров. Да, фигуры колоссальные. Или Галсан Гамбоев. Поскольку Доржибанзаров и Галсан Гамбоев, они затем переехали в Петербург и, в принципе, сыграли исключительную роль в тех интересных монголоведческих исследованиях. И поэтому, ну вот, меня интересует все-таки вот в последующем направлении монголоведческих исследований в Петербурге, особенно в современном институте восточных рукописей, вот скажем, какие тематика, проблемы, они очень важны. Потому что, вот, скажем, рубеж, когда мы поняли, что кроме тех языков, которые сегодня преподаются в нашем институте, вдруг почему-то монгольский язык, то есть современный литературный монгольский язык, он выпал. И сегодня, к сожалению, монгольский язык, я не говорю о старом монгольском языке, он не преподается. И поэтому для нас важно, например, начать реализацию ряда системных таких, ну, в первую очередь, учебных, учебно-методических мероприятий, естественно, исследовательских, связанных, конечно, с интересом, с тем, чтобы у студентов интерес появился и к монгольскому, к монгольскому языку, ну, и к истории и культуре Монголии и монголоязычных народов. И отсюда вот те мероприятия, которые мы будем реализовывать, скажем, вот, конечно, мы вместе с Петербургом планируем в этом году провести в рамках традиционных петербургских монголовецких чтений очень интересные мероприятия. Или, например, у нас такая вот задумка хорошая. В начале 2000-х годов, в 2001 году мы вместе вот с нашими коллегами из Санкт-Петербурга провели первую конференцию, посвященную Ковалевскому, Осипу Михайловичу. Потом мы вышли на проект, связанный, например, создали монографию «Осип Михайлович Ковалевский. Биография наследия». Затем в рамках вот тех встреч, мероприятий мы обратились к одному очень интересному рукописному документу. Это вот дневник Ковалевского, который он вел, когда был в Пекине в 1830-31 годах, ну, в рамках состава 10-11 пекинской духовной миссии. И мы опубликовали очень интересные материалы, которые сохранились и в нашем Национальном архиве Республики Татарстан, и в публичной библиотеке. То есть, в нынешней уже государственной библиотеке Санкт-Петербурга. То есть, есть очень интересные материалы, посвященные и истории монголовения в России. Ну, и, конечно, вот те перспективы, которые мы будем реализовывать вместе с нашими коллегами. Это вот Институт Восточной Кругописи. Есть у нас договоренность. В этом году начнет действовать уже базовая кафедра, связанная с письменными памятниками Востока. И, в частности, вот монголовения займет, на мой взгляд, очень интересную нишу. Ну, кроме, конечно, арабо-мусульманских студий, кроме тюркологических исследований. Я думаю, монголовения, она очень важная и ключевая составляющая для Петербурга, для Казани. Да, монголоведение, я думаю, будет развиваться постоянно, потому что и много рукописей еще у нас, тех, которые не прочитаны, не раскрыты миру. И, конечно, это можно в полной мере сказать об архиве востоковедов. Архивы постоянно раскрывают нам свои тайны, если этими архивами заниматься. Совсем недавно мы обнаружили там еще один очень интересную работу Осипа Михайловича Ковалевского. Это его историю. Историю монголов. И вот в настоящее время мы потихонечку уже приступили к прочтению. И мне кажется, что это обязательно надо раскрыть научному миру и показать вот эту работу Ковалевского, которая не издана и о которой долгое время думали, что она вообще бесследно пропала. Потому что, вот как вы знаете, ведь Осипа Михайловича Ковалевского очень много во время пожара в Варшаве рукописей сгорело. И не дошло до нас много чего. И вы знаете, почему она оказалась? Потому что он эту рукопись не увез. И вот в свое время, когда, скажем, начали перевозить из Казани рукописи, материалы, связанные с китайведем, с монголоведем, и вот эта рукопись, она оказалась в Санкт-Петербурге. То есть это вот на рубеже 19-20 веков. Ну и, вы знаете, вот одно очень важное направление, на мой взгляд, перспективное, это вот тема, связанная российско-монгольскими политическими, экономическими и культурными связями. Поскольку Казань очень заинтересована, и в этом плане есть очень интересные на высшем уровне контакты и нашего президента Республики Татарстан. И вот, на мой взгляд, тот опыт, та вот практика научных контактов Института Восточных Рукописи с ведущими монгольскими академическими центрами, она очень важна. Ирина Владимировна, может быть, вот этот опыт. У нас очень активно мы сотрудничаем со всеми центрами монголоведения и в России, которые есть, и с монгольскими как учреждениями научными, так и с образовательными учреждениями. Особенно, вот мы очень, в последнее особенно время, хорошо вместе проводим мероприятия научные с Институтом истории Монголии, где директором профессор... Вы проводили в апреле 2015 года, это очень важный рубеж. Приезжали, кстати, тоже в Казань представители, но вот то, что вы там сделали, это очень многого стоит. В рамках научных контактов, культурных контактов, да. Мы три конференции с ними провели, вот только за последние пять лет, один раз в два года мы проводим конференцию, которая называется «Культурные наследия монголов. Рукописные наследия, коллекции рукописей и архивных документов». Вот я хотела бы показать вот эту... Кстати, это подарок нашему университету, научной библиотеке, специально вот наши коллеги привезли вот те последних лет публикации, особенно, конечно, «Монголика». Нигде в России больше подобных изданий нету специализированных. Да, такого уровня и такой тематики, который весь журнал посвящен бы только, был бы монголоведным проблемам. Это у нас вот единственный такой журнал. Здесь различные есть разделы, историографии, сочниковедения. Вы как редактор определяете вот портфель, перспективу. Филологию, литературу ведения, рецензии, научную жизнь, которые, конечно, тоже говорят о том, что живет монголоведение. Кстати, мы приглашаем наших коллег, не только наших монголоведов, а есть сюжеты, связанные очень тесно, ну, скажем, традиционные темы. Татаро-монголы и Русь. Монгольский вопрос. Ну, и академические темы, конечно, очень важны и интересны для молодежи, не только для специалистов. Я думаю, что вот в очередной «Монголике», конечно, мы отразим и мероприятие, которое вот сейчас прошло. Кругой стол. Россия-Монголия. Вызовы 21 века. Да, я должен добавить, Ирина Вадимовна, о нашем проекте, который мы начали. Мы начали вместе с нашими коллегами очень интересный проект. Он был поддержан в прошлом году Российским фондом фундаментальных исследований. Называется «Наследие российского востоковения 19 века». И там две фигуры. Это Осип Михайлович Ковалевский и, конечно, выдающийся китаевед, монголовед, будолог Василий Павлович Васильев. Кстати, в этом году будет 200 лет со дня рождения. Он был одним из славных выпускников восточного разряда Казанского университета. В 1840-х, в 1850-х годах он прожил в Пекине. 10 лет в составе пекинской духовной миссии. Вот подобных фигур, как будто бы в первую очередь не монголовед, но понятна традиция. Вот есть в Европе традиции синномонголовения. То есть монголовение в Европе зарождалось на базе, скажем, синологии. То есть китаеведе. А у нас в России, например, традиции, когда на базе тюркологии, то есть Васильев, Ковалевский, они получили очень высокое филологическое образование. Я не буду говорить о классических языках. А здесь вот арабо-мусульманские языки, то есть тюркские языки, арабские, персидские. И вот на этой базе они, конечно, вышли на изучение монгольского языка. Отсюда вот очень тесная сплетенность. Она ведь и сейчас существует, скажем, санскритологии, тибетологии, монголоведении, китаеведении. Это вот неисчерпаемая база. И это сотрудничество было с самого начала. Мы же знаем, что Осип Михайлович Ковалевский очень поддерживал Васильева. И когда Васильев приехал из Китая, пробыв там 10 лет, то Осип Михайлович очень тепло, во-первых, и встретил, принял. И очень хороший отзыв написал о работе, научной работе об отчете, который представил Васильев после возвращения из Китая. Да, Наталья Сергеевна, вот Вы как преподаватель Восточного факультета Санкт-Петербургского университета, это славный кафедрой. У меня есть хорошие контакты с кафедрой монголоведии, тибетологии. Здесь сразу Владимир Леонидович Успенский возникает, поскольку мы с ним сотрудничали. Как, на Ваш взгляд, проблемы, перспективы, и насколько значимо, скажем, начало преподавания монгольского языка в Казанском университете, исходя из той практики, ну и из того опыта, который есть в последние десятилетия? Ну, скажем так, опыт разный. Но надо начать с того, что монголоведия – очень увлекательная наука. И вот то количество материалов, которые еще ждут своих исследователей, оно настолько велико, что можно обеспечить исследовательской работой несколько поколений монголоведов – и рукописи, и архивные материалы. То, что говорила Ирина Владимировна. То, что, конечно, изучение монгольского языка – не самое модное направление на восточном факультете среди студентов. Это, в общем, истина, которая… Ее трудно скрыть. Идут на Китай. – Но это в последние десятилетия. – В последние десятилетия. – Да, в последние десятилетия. – Впрочем, это было и в советское время. Шли на японистику. Шли… Ну, с Китаем там были свои сложности из-за культурной революции и потери контактов. Но как только это все прекратилось, то, конечно, Япония, Китай, арабские страны. Но надо сказать, что, во-первых, с руководством кафедры делается что-то для привлечения студентов. А именно им вводится китайский язык в качестве второго восточного языка. И интересно, что студенты идут как бы на приманку китайский язык, а потом обнаруживают, что монгольский – это тоже очень интересно. И уже как бы их приоритеты меняются. Такое-то уже есть. – И можно я добавлю, что студенты, которые закончили монгольскую кафедру, по-моему, ни один никогда и стал заниматься Монголией, ни один никто никогда не пожалел, что он стал заниматься именно Монголией. – Вы тоже там преподаете, ведь, кстати. – Сейчас, в настоящее время, на восточном факультете я не преподаю. – Да, но вы преподавали. – Но вся жизнь связана с Монголией. – Монгольскую литературу. – И ни одной секунды я не жалела, что я именно с Монголией связала свою научную работу. – То есть, Наталья Сергеевна, вы читаете, что перспективно, несмотря на эти факторы, да, политические факторы, сложности в связи, скажем, со статусом, с Монголией, есть много тут, сейчас я не хочу вдаваться в эти сложности вполне реальные, но я скажу, что Республика Татарстан установила и предпринимает очень серьезные шаги, связанные с политическими, особенно, конечно, торгово-экономическими отношениями Татарстана и Монголии, ну и в том числе в рамках, наверное, формата взаимоотношений России и Монголии, ну и, конечно, в таком широком плане, поскольку Центральная Азия и, естественно, Монголия играют ключевую роль. И интерес, насколько я знаю, усиливается, то есть идет, я бы не сказал бы так, усиленная ориентация на Россию, на торговые рынки, поскольку тут и Южная Корея, и Япония, и Китай в последние десятилетия, особенно после событий 1991-1992 годов, то есть после, когда вдруг уже нет Монгольской народной республики, есть Монголии. И поэтому, вот на мой взгляд, преподавание монгольского языка, изучение монгольского языка и это направление для Казани, Казанского университета, очень важно и интересно. И вот этот опыт, эта традиция для нас очень интересна. Ну, и эту тенденцию поворота второго к России, монголов, мы это сами тоже чувствуем. В их желании с нами работать и научно контактировать, с нами проводить конференции различные, выпускать вот труды совместные научные. И преемственность, конечно, она существует, мы все время о ней помним. И даже вот те книги, которые сейчас вот хотела бы я тоже показать, что мы их тоже дарим вам, это связано с нашими преподавателями, учителями Петербурга, которые были. И вот это касается Бориса Яковлевича Владимирова, мы провели конференцию и вот издали этот сборник. И год назад, в 2016 году, проведена была конференция, посвященная нашим преподавателю, монголоведу, зооконник Асьяненко. Вместе, совместно, и то, и это, все мы проводили вместе с монгольскими коллегами. И вот выпустили тоже книгу, сборник статей, посвященные монголоведным проблемам. Вы знаете, я еще хочу обозначить, это очень, на мой взгляд, очень важный аспект. Я работаю в архивах, вот, скажем, вышел на одну очень интересную тему. Эта тема связана уже с связи, научные связи, контакты Казанского университета, в том числе и академических институтов, с европейскими, в частности, монголоведческими центрами. Вот я могу сказать нашим телезрителям и вам, ну вот, скажем, Габбар Балент, фигура известная и неизвестная. Ну, известный, конечно, в Венгрии, поскольку он первый венгерский монголовед. Но вот так было суждено, что в 1872 году он приезжает в Казань, чтобы изучать татарский язык. Ну, в большей степени, конечно, он ориентируется на крещенных татар. То есть он здесь встречается с крещенными татарами, в особенности, конечно, контактирует с Ильминским. Ну, известная фигура Николая Ивановича, Ильминский тюрколог, миссионер, просветитель. Вообще, на мой взгляд, очень значимая фигура в истории российского востоковения и тюркологии, поскольку, например, Ильминский он преподавал. Был этап, особенно во второй половине XIX века, когда вот теряет востоковение официальный статус, но, тем не менее, вот скажем, Ильминский, Холмогоров, Катанов. И вот, возвращаясь к этому баленту, я обнаружил письма, которые он писал Ильминскому уже в 1872-74 годах из Петербурга. То есть вот так получилось, что он в Казани здесь изучил татарский язык, он в своих письмах приводит татарские некие строки, обращения. Он издал в Будапеште первые тексты фольклора крещённых татар. Но потом вот так получилось, что он ушёл в Калмыкию, изучил там калмыкский язык, так будем говорить, и потом, конечно, стал, поскольку уехал и в Монголию, жил в Урге, исключительная фигура, вообще фигура колоссальная, даже трагическая в некоторой степени, поскольку, например, он стоял несколько против вот той теории, связанной с древностью венгров-мадьяров. Тоже не буду сейчас сдаваться об этой фигуре. По крайней мере, мы надеемся, вот, например, что к нам приедет Агнеш... – Бирталан? – Бирталан, да. Она, во-первых, и возглавляет департамент внутренней Азии. Это Лоренд-университет. Университет Лоренда, да? В Будапеште. Интересная фигура. Он, кстати, насколько я знаю, стал заместителем президента Международной ассоциации монголоведов. И, то есть, вот, очень интересное направление, связанное с связями с зарубежными, европейскими, в частности, монголоведческими центрами. А вот как эти контакты... – А как раз больше всего... – Или, например, больше сразу, поскольку у меня были контакты, связи, тоже очень интересная фигура, уже связаны с Варшавским университетом. Были-то контакты, вот, помните, когда мы проводили конференции посвященные... – Борей-Стожинская. – Да, Борей-Стожинская. – Агата Борей-Стожинская, которая возглавляла департамент тоже внутренней Азии. То есть, вот эта традиция внутренней Азии, там, в первую очередь, конечно, это Монголия. Так ведь? В первую очередь, Монголия. А вот относительно контактов, взаимоотношений с европейскими монголоведами. – Именно с венграми, именно с польскими монголоведами у нас вот самые сейчас такие активные, можно сказать, контакты. И в прошлом тоже работали венгерские монголоведы в нашем институте. И очень много сделал Дьерть, Кара для создания каталога монгольских рукписей и ксилографов, который в тесном контакте работал с монголоведом, с которого, можно сказать, начался новый этап развития монголоведения в нашем институте. Кара работал с Алексеем Георгиевичем Сазыкиным, и много, наверное, ему дал в том, что вот теперь мы имеем трехтомный каталог всех монгольских рукописей. Затем здесь работала Алиса Шаркези на материале наших рукописных фондов, и у нее тоже есть монографии по изданию текстов. С Польшей мы знаем, что там тоже не только Осип Михайлович Ковалевский, а ведь Котвич в свое время там тоже. Котвич фигура тоже очень интересная. И они издали письма Котвича, и это была прекрасная тоже такая совместная деятельность, потому что часть писем Котвича у нас осталась, часть фотографии в Петербурге, и какая-то часть осталась в Варшаве. Поэтому вот необходимо более тесное сотрудничество, потому что один и тот же материал разбросан, получается, по разным теперь центрам. У нас хорошие контакты с венгерскими тюркологами. И в этом плане, например, я бы обратил внимание на фигуру Николая Федоровича Котанова, уже знакомая личность. Да, не монголовит, тюрколог. Я вот как представитель студенчества сейчас, наверное, слушаю вас, и мне становится очень интересно. И вот такой вопрос, как привлечь внимание молодежи, может быть, свежей крови студентов к таким вопросам? И организовываются ли какие-то мероприятия по привлечению внимания к этому вопросу? Есть ли какие-то ближайшие планы на дальнейшую коллаборацию? Да, ну вот я бы сразу обратил внимание, конечно, на подготовку бакалавриатских и магистерских программ, связано, конечно, в том числе и с историей и культурой Монголии. Вы знаете, можно тут продолжить вот ту традицию, когда, например, монголовение в Казани формировалось на базе интересов тюркологии. Или, вот я говорил, в Европе на базе китай-вене, и вполне возможно, например, китайсты, криведы, тюркологи, в принципе, в рамках факультатива или второго восточного языка начать изучение монгольского языка. Есть темы, есть проблематика, ну вот, скажем, история культуры Золотой Орды. Эту тему, и не только эта тема, или так называемый монгольский период в истории России трудно изучить, не опираясь, например, на монгольские источники, материалы. И, конечно, на ту современную историографию. Это я говорю о научных пластах, аспектах. Ну, естественно, конечно, вот те мероприятия, которые будут реализовываться в последние несколько лет, я уже упомянул. Вот, в частности, присоединиться и быть соучастником вот тех традиционных монголоведческих мероприятий, которые проводились в последние десятилетия. Я, ну вот, скажем, упомяну о Международном конгрессе монголоведов, который проводит Международная ассоциация монголоведов. Это в Монголии, в Ланбатрии. Или, вот, например, те мероприятия, которые проводятся на базе Института восточных рукописей, петербургские монголоведческие чтения. И плюс еще ряд таких научных форумов, связанных традиционно чисто с монголоведем, ну и, конечно, с китаеведением, с буддологией. И эти мероприятия, они будут очень важны для наших студентов. И тем более, вот эти студенческие форумы, мероприятия, которые проводятся, скажем, на базе Института восточных рукописей, на восточном факультете и в других университетских центрах, они, я думаю, будут очень интересны нашим студентам, и, конечно, нашим профессорам и преподавателям. Несомненно, вот одно из мероприятий, Ирина Вадимовна, вот вы скажите, пожалуйста, о котором мы договорились, я имею в виду, в рамках петербургских монголоведских чтений провести вот в сентябре уже в Казани. Наверное, вы имеете в виду ковалевские чтения. Мне кажется, вот это... Нет, это ковалевские чтения, это отдельно. Это отдельно мы проведем в 2019 году на базе Казанского университета. Я имею в виду вот то событие, связанное, конечно, с тем, чтобы отметить 185-летие создания кафедры восточной монгольской словесности. И вот мы примем участие, и, надеюсь, мы проведем это в сентябре в Казани, вот это мероприятие, о котором мы с вами договорились. Да, мне кажется, это будет очень хорошее мероприятие, если мы проведем петербургские монголоведные чтения здесь, в Казани, и посвятим их юбилею создания первой кафедры монголоведения, монгольской словесности в Казани. И, да, действительно, мы говорили про сентябрь. Сентябрь уже в этом году. И вот это будет началом нашего такого научного, нового, я бы сказала, этапа нашего научного взаимодействия. Да, и студенты наши примут участие, в частности, вот, киты-веды, криеведы, японоведы даже. Они примут участие, поскольку там будут заявлены некоторые современные темы, мы чуть-чуть оставили в стороне, вот, скажем, современную проблематику, и будут заявлены, я надеюсь, будет специально у нас даже некий круглый стол, или даже часть, посвященные работам наших студентов и аспирантов, и Казанского университета, и, конечно, ряда других востоковедческих центров Москвы, Петербурга, Иркутска, Элисты, Улан-Удэ, Владивостока. Я только обозначил вот те, где монголоведение у нас активно развивается, ну, с ориентацией, конечно, на современную проблематику, на политические процессы, на те рубежи, которые особенно заметны, ну, в связи с последними выборами президента Монголии в 2017 году, ну, и, конечно, вот тем, надеюсь, переломом, который происходит в рамках российско-монгольских политических, экономических и культурных взаимоотношений. Планы, на самом деле, большие, мы надеемся на их дальнейшую реализацию, ну, а на этом у нас все. Напоминаю, у нас в гостях были Кульганок Ирина Владимировна, Яхонтова Наталья Сергеевна и Валеев Рамиль Мегасимович. До скорых встреч!